Всем привет! Меня зовут Александр Голландцев. Я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу, как мы можем сравнивать последние и предпоследние года в наших данных, либо любые другие, с тем, чтобы получить необходимый барчарт, где референс-лайн, вот эта черная линия, это прошлый год, а сам барчарт это текущий год. Как мы видим, красным здесь отмечены все приоритеты заказов, где у нас проседают продажи относительно прошлого года. Давайте попробуем самостоятельно построить такой график и попробуем его реализовать. У меня уже предначально подготовлены необходимые данные. Это SuperStore, классический даст это табло и на нем попробуем для того, чтобы выполнить необходимую задачу, нам нужно добавить несколько вычисляемых полей, которые будут в основном основные насчет на LOD Expressions, то есть на выражениях уровня детализации. Этими полями будут являться текущие продажи, прошлогодние продажи и разница между ними выражена в процентах. Давайте сначала, прежде всего, посчитаем поле Last Year, которое будет являться последним годом для данной даты заявки. Дата заявки. Вот. Last Year у нас есть. Теперь давайте его принесем вот сюда. Нам это скорее нужно как измерение. Теперь посчитаем Current Sales. Current Sales это продажа за текущий год. Если Last Year равен году из даты заявки, тогда продажа и End. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Возьмем дату заявки, перенесем сюда. Только сделаем вот так. Добавим продажи и добавим Current Sales. И вуаля, у нас все работает. Следующий этап. Хорошим вариантом является добавление, если у нас возвращается число, то число. А если у нас нули, то лучше все-таки возвращать значение ноль. Так что давайте мы добавим Else и ноль. Давайте продублируем, потому что логика прошлых продаж будет практически та же самая. Давайте их назовем Previous и End. И здесь пишем просто Last Year минус... Минус 1. Вот. То же самое. И у нас все получилось. Следующим вариантом является нам, грубо говоря, нужно сложить все на этом столбце и сложить все в этом столбце. То есть нам нужно это делать без года. И тогда мы получим необходимый результат. Давайте добавим еще одно поле, которое назовем Year of Year Change. И она будет равняться SumCurrentSales плюс SumPreviousSales. И все вот это нужно поделить на SumPreviousSales. PreviousSales. Вот. Мы можем добавить. И у нас получилось странное число. Тем не менее, давайте мы сделаем в формате % и ОК. Число получилось неверное, поскольку, как мы видим, что продажи процентов на 30... Даже меньше, чем на 30% больше. Проблема очевидна в том, что у меня стоит плюс. А на самом деле должен быть минус. 26%. Все верно. Теперь мы можем построить необходимый для нас график в формате от барчартов. Давайте выберем регион Карибин. Давайте вообще все очистим. Выберем регион и выберем CurrentSales. Но сделаем все это в формате барчарта. В итоге у нас есть все значения по текущим продажам за весь период. То есть за последний год. Максимальный год у нас здесь 15. Следующим этапом... Давайте сразу сделаем его серым цветом. Вот таким. Да, вот таким, например. Теперь все сводится к тому, чтобы сделать reference line. Это делается довольно просто. Мы просто переносим PreviousSales сюда. Давайте сразу добавим изменения. Изменения лучше сделать как один знак после запятой. Потому что очень много информации не нужной. Давайте вот так мы сделаем. Вот. Теперь мы заходим в поле Analytics. Берем reference line. Для каждой клеточки мы считаем. Мы используем только PreviousSales. Вот. Теперь у нас все есть. Давайте. Давайте мы сделаем все в формате. EntireView. И отсортируем. На основании. EroWareChange. Как мы видим. Почти все положительно. Однако. Не везде. То есть. Например. Если мы наведем здесь. Центральная Африка. Например. Минус 6,2%. Но это не бросается в глаза. Поскольку по одной метке невозможно узнать. Был это плюс. Или минус. А. Давайте. Даваем. Раскраску. Того. Что является. Приростом. Положительным. Или отрезательным. Делаем. Вот так. Переходим. В EditColors. Выбираем. RedGreen. Вот. Делаем таким образом. И в центр ставим 0. Вот. Как мы видим. У нас. Два региона отрезательные. Все остальные. Положительные. А. Единственное. Что я бы сказал. Осталось сделать. Это. Привести все. Естественный порядок. А. Здесь. Давайте. Назовем. Продажа. Букву D. Продажа. Уберем. Вот эти. Стопцы. То есть. Которые. GridLines. Для столбцов. Сделаем. Вот. Также. Можно. Получше. Выделить. Название. Региона. В формате. Черном. И. Чтобы он находился. Слева. Вот. Таким образом. Мы. Здесь. Все. Прекрасно. Видим. Как. Показываются. Значения. Также. Мы. Можем. Добавить. Для. Каждого. Региона. Приоритет. Заказа. Чтобы. У нас. Стало. Больше. Различных. Значений. Давайте. Только. Сделаем. Fit. Width. И. Мы. Увидим. Что. Довольно. Много. Значений. Имеет. Отрицательное. Значение. И. Как правило. Это. Конечно. Связано. С критическими. Таким образом. У нас. Все. Получилось. Сделать. То. Что мы хотели. И. То. Что я показывал. На слайде. Последним. Этапом. Я бы сказал. Осталось. Просто. Добавить. Его. На дашборд. Вполне. Уже. Можно. Пользоваться. И. Изучать. Где. Все. Довольно. Интересно. Понятно. И. Наглядно. Все. parler序 ting fo. Продолжение следует...